Библия говорит, что Иисус есть путь, истина и жизнь. Божья любовь, Божья благодать, Божья милость охватывает нашу жизнь во всей целостности. Бог хочет нас благословить во всех сферах жизни, чтобы во всех сферах жизни мы поступали правильно, поступали по Его воле. Вы знаете, некоторые люди считают, что есть какие-то для нас, для верующих запретные темы. Вот о чем-то мы в церкви не имеем права говорить, как бы каких-то сфер церковь не имеет права касаться. Но знаете, вот есть жизнь, и эта жизнь может проявляться в разных сферах. Одна и та же жизнь. Когда мы смотрим, как жизнь проявляется в сферах взаимоотношений, то какой тема это касается? Семьи. Правда же? Семья. Это отдельно. На самом деле, вот кажется, вот есть жизнь, а есть семья. Нет. Это просто жизнь. То есть мы назвали это семьей. Ну так назвали. А на самом деле, жизнь в сфере взаимоотношений называется семьей. Жизнь в сфере финансов, как называется? Экономика. Экономика. В Библии нет такого слова экономикой. Но когда мы читаем Библию, мы видим в ней финансовые вопросы поднимаются? Поднимаются. Затрагиваются. И как правильно использовать финансы, и как неправильно использовать финансы. Правда же? Об этом говорится. То есть затрагивается. Хотя нет слова экономики, но жизнь проявляется в финансовой сфере. Да, называется экономика. Жизнь, проявляющаяся в общественной сфере, в сфере жизни общества. Как называется? Политика называется. Да, политика, социальная сфера, политическая, политическая сфера. Опять-таки, в Библии нет самого такого слова «политика». Политика мы не встречаем в нашем синодальном переводе. Однако, есть проявление в общественной жизни, называется «политика». То есть, мы взяли и как будто сделали такой большой шкаф, и там разные полочки. Вот это у нас там полочка «политика», полочка «экономика», полочка «семейные взаимоотношения», там «социальная наша жизнь», «здоровье», например, «духовная жизнь». То есть, много-много разных полочек. И это все проявление жизни. Жизнь в нашей молитвенной сфере проявляется в духовную область. Жизнь во взаимоотношениях в семью, в общественной жизни, в политику. И почему-то некоторые считают, вот мы имеем право каких-то тем касаться, а вот каких-то тем не имеем права касаться. Это нельзя этого касаться там. Например, про семью можно говорить, а про политику – нет, нельзя, нельзя говорить про политику. Как ты говоришь про политику? В Библии много говорится про правителей, и пророки, и апостолы говорили про разные сферы жизни, в том числе то, что касается жизни нашего общества. И это не только для того, чтобы мы изучали, вот они раньше говорили так, а мы как бы теперь это не имеем права. Нет. Это некий пример для нас. Есть жизнь. Потом уже это все подразделили. Но на самом деле жизнь, она едина, она целостна. И нет запретных полочек для нас. Нет в жизни запретных сфер, которые верующие или церковь не имеют права касаться. Мы имеем право любой темы касаться. Вся проблема в том, как касаться. Можно этой сферой заниматься праведно, а можно заниматься беззаконно. Можно чем-то заниматься чисто и честно, а можно лживо и подло. Правда же, драгоценные? Вот семейная жизнь. С одной стороны, если ты праведно ведешь ее, это сфера благословений. С другой стороны, если там грехи, нарушение Божьих заповедей, это будет проблемная сфера. Правда же, драгоценные? И так касается всего. Могут ли верующие быть финансистами, бизнесменами? Конечно, могут. Весь вопрос, как они ведут свой бизнес, правда же, драгоценные? Могут ли верующие жениться, выходить замуж? Конечно, могут. Конечно, могут. Это в последние дни там написано, будут некоторые запрещать вступать в браке. Но мы можем этим заниматься. Конечно, кто-то хочет быть один, кто-то выбрал путь быть одним. Бог тебя благословит. Кто-то хочет быть семьей, Бог тебя благословит. Все дело в том, как ты занимаешься семейной жизнью. Если кто-то из верующих хочет заниматься политикой, мы можем это касаться. Весь вопрос, как этим заниматься? С каким сердцем? С какими мотивами? Правда же, драгоценные? Поэтому нет запретных тем. Мы видим в Библии разные темы. И темы интимных отношений точно так же есть, о которых тоже мы можем об этом говорить. В Библии есть некие принципы, связанные с интимной жизнью человека. И, может быть, для кого-то удивительно, но христиане тоже занимаются сексом. Да, есть такое. И в Священном Писании есть, да? И есть некие принципы. Но все дело в том, как ты этим занимаешься. Поэтому, драгоценные, мы в церкви можем брать абсолютно любые темы нашей жизни. Потому что Иисус является Господом жизни. И смысл этого, чтобы Божий свет, Божью любовь приносить в ту или иную сферу нашей жизни. Я в прошлый раз взял такую непростую тему. Я говорил, что за 30 лет своей проповеднической деятельности я впервые в воскресенье говорил на тему об Антихристе. Но, вы знаете, в последнее время у меня такое ощущение, что это не я проповеди выбираю, а проповеди меня выбирают. И, как говорит пророк, говорит, я чувствую в себе огонь внутри меня, в моих костях. Я пытаюсь его удерживать и не могу. И есть темы, которые они словно требуют, чтобы они были провозглашены. И я думаю, Господи, это такие непростые темы, это такие сложные темы, это такие... Ну, кому приятно про Антихриста рассказывать? Давайте лучше поговорим о Божьей любви, о Божьей благодати, об ангелах, которые нам приносят с неба здоровье, благословение, еще что они там приносят. А берешь эти тяжелые темы, думаешь, Господи, ну, хочется же, я же люблю вас, я же хочу вас радовать. Я же хочу, чтобы вам хорошо было, я хочу, чтобы вы были благословенны. Но ощущение, что иногда Бог говорит то, что, может быть, кажется, ну, это сложно, но это необходимо. Это, знаете, какое-то лекарство. Оно может быть не таким порой сладким и не таким приятным, но, однако, оно целебное. И то, что Бог дает, как, знаете, написано, и было, как горько на устах и приятно в очреве моем, да, бывает иногда не очень приятные какие-то вещи, и сложные бывают какие-то вещи, но, в конце концов, они приносят нашему внутреннему человеку важное и свободу, и свет, и благословение. И я сегодня буду продолжать тему, которую мы начали в прошлое воскресенье. И мы поговорим о еще одном персонаже из книги «Откровение». И тоже об этом персонаже я не помню, чтобы когда-нибудь я учил на воскресном богослужении. Я думаю, вы все догадываетесь, что сегодня речь пойдет о Вавилонской блуднице. Вообще считается книга «Откровение» очень сложная книга Библии, а тема «Вавилонской блудницы» одна из самых сложных тем книги «Откровение». И я помню, раньше очень увлекался, там всякие толкования изучал, там много-много всяких деталей изучал, вот, но толкований много, деталей разных много, много разных расхождений. И я хочу не углубляться в какие-то детали. Вот в детали я не углубляюсь, потому что, вы знаете, я убежден, что Бог нам дал книгу «Откровение» Иоанна Богослова, не чтобы мы гадали, что будет. Потому что это невозможно предугадать порой. А для того, чтобы если что-то в нашей жизни происходит, мы, смотря в книгу «Откровение», понимали, что это такое. То есть, я думаю, многие вещи из книги «Откровение», пока не произойдут, невозможно понять. Гадай, не гадай. Понимаете? Вот, например, я думаю, сто лет назад, когда люди читали в «Откровении», там, что без этого там начертания никто не покупать, не продавать, не может. Какие, я думаю, ни столько теорий не было в голове. Считаем, как легко можно сделать, чтобы кто-то что-то покупал, а кого-то в торговые центры не пускали. Хорошо, что еще в продуктовые пускают, а может еще и в продуктовые могут не пускать. И мы понимаем, как это может быть. Правда же, драгоценные? Прошло сто лет для нас, то, о чем раньше гадали. И я думаю, как бы они не гадали их сто лет назад, да не смогли бы они догадаться. А в наше время это очевидно. Точно так же драгоценные, и есть многие вопросы. Там про Антихриста, там есть семь голов. Есть много разных толкований. Семь голов, там дальше написано, это семь гор и семь царей. Семь царей. И тоже вот вопросы семь гор, и сразу так семь гор. И, наверное, это Рим, Ватикан, он на семи горах построен. И так что пошли по Риму, по Риму. Уже Рим давным-давно развалился, и Ватикан не имеет того значения. Там старобрядцы, они говорили, семь гор, это Москва. Ведь Москва тоже на семи холмах построена. И Москва названа Третий Рим, Последний Рим. Наверное, они вот с Москвой это как-то так вот связывали это все с Москвой. Вот, ну, время проходит, и многие толкования, они как-то смешными становятся. Поэтому я думаю, если очень сильно верить в какое-то толкование, которое еще не исполнилось, потом можно оказаться, ну, в таком, в курьезном положении. Как помню, мы с Дианой, когда в свое время учились в Швеции в библейской школе, то наш преподаватель Ульф Экман, пастор, он там целый семинар проводил о том, что Вавилонская блудница – это римско-католическая церковь. Несколько дней был этот семинар. И спустя некоторое время, пару десятков лет, Ульф Экман сам перешел в римско-католическую церковь, да? Как говорится, ирония судьбы. Вот такие вещи происходят в жизни. Поэтому некоторые говорят, Виктор, а что ты имеешь в виду под там семь голов, какие-то семь правителей, какие-то десять правителей, да? Поэтому, когда мы говорим про Вавилонскую блудницу, там тоже всяких толкований много. Я помню, читал, кто-то говорит, что это Европейский союз, это точно. Кто-то говорит, нет, это Соединенные Штаты Америки. Кто-то говорит, нет, это Лондон, там все финансовые дела вершатся. Оттуда масоны пошли. Вот масоны тоже. Очень популярное толкование, что это масоны. Ну, конечно, Москва или Рим, то, что на Семи Холмах находится, там Ватикан, Римо-католическая церковь. Много всевозможных толкований. Много всевозможных вот этих всяких интерес. И причем некоторым верующим именно вот эта вот такая перчинка интересненькая нужна. А вот так вот, драгоценное. Что не ясно до конца, придет время. Мы это увидим с вами. Нет смысла сильно гадать. Поэтому, когда сегодня я буду проповедовать о Вавилонской блуднице, я не буду там какие-то, может быть, детали, разные толкования. Мы посмотрим о сути. Вот в чем же суть этой мерзкой, противной, наверное, одной из самых мерзких личностей в Библии, тем более в Новом Завете, которая называется Вавилонская блудница. Итак, давайте открываем Священное Писание. Мы в прошлый раз брали с вами 13-ю главу, а теперь откроем 17-ю главу книги Откровения. И просто посмотрим, какие же признаки этой Вавилонской блудницы и что она из себя представляет. Это Вавилонская блудница. И вот первый стих 17-й главы. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих». Вот просто как написано. Она сидит на многих водах. Это первый признак Вавилонской блудницы. Она сидит на многих водах. Как бы думаешь, что это имеет? Белая башня, может быть, наша там водонапорная, или что это означает? Слава Богу! Иоанн пояснил в 15-м стихе этой главы, что же за многие воды. И говорит мне, «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». То есть, посмотрите, первый признак Вавилонской блудницы – она сидит на многих водах, то есть она так или иначе влияет на многие народы, на многие племена, говорящие на разных языках. То есть, бывает какое-то, знаете, зло локальное. Как-то в одной из проповедей мы говорили о резне, когда Туци вырезали хуту. Помните, да? Это было ужасающее злодеяние. Но все-таки это коснулось один народ, да? Туци. То, что будет происходить с Вавилонской блудницей, будет охватывать многие воды, многие народы, многие племена. То есть, она сидит и своеобразно влияет, властвует над народами. Это ее в чем-то родни, с Антихристом. Но мы посмотрим дальше. Следующее. Смотрите, второй стих. Еще один признак Вавилонской блудницы. Кто же это такая? Смотрите. Так как обычно, да? Когда одно говорится, второе говорится, третье, еще подсказка, еще подсказка, еще подсказка, еще. Следующее. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. То есть, она не просто будет влиять на народы, у нее будет связь с властями, с правителями. То есть, у этой блудницы будет определенное политическое влияние. И поскольку это охватывает не один народ, это влияние будет тоже не на одно государство, но на разные народы и на разные племена. Вот второй признак. И третий признак, в третьем стихе говорится, прямо вот идем по стихам. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». Этот зверь с семью головами и десятью рогами, мы о нем говорили в прошлое воскресенье. Кто не смотрел, посмотрите. И мы говорили, что это из Антихриста. Антихриста, о котором пишет не только Иоанн. Мы также встречаем описание его и у Павла, в послании к фессалоникийцам. Ну и в первых двух посланиях Иоанна тоже говорится про Антихриста. То есть, смотрите. С одной стороны, блудница отделена от зверя. Это не Антихрист. С другой стороны, она связана с ним. И мы понимаем, это как раз тот зверь, вот из тринадцатой главы книги Откровения. То есть, на какое-то время она будет оказывать влияние и на Антихриста. Получается, видите, у нее как будто нет своей власти. Но через Антихриста, через царей, через правителей она будет осуществлять свое внимание на жизнь людей, на экономику людей, на политику людей. Вот какая картина нарисована нам здесь Иоанна. Следующий признак вавилонской блудницы, четвертый стих. «И жена обличена была в порфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотами блудодейства ее». Четвертый признак этой блудницы – у нее чаша. Чаша в руке с разными мерзостями и нечистотами. То есть, смотрите, она как бы опаивает людей. Опаивает людей. Чаша с вином опаивает людей. То есть, люди пьяные. Это люди с помраченным несколько разумом или, скажем так, деликатно с измененным сознанием. Это в чем-то диковатые, в чем-то безумные. Вы знаете, как говорят, что у умного на уме, у пьяного на языке. То есть, как будто вот через это изнутри выходит самое ужасное, самое негативное, что в обычной жизни человек так или иначе контролирует. Но под влиянием этой вавилонской блудницы изменяется сознание. Люди словно опьянены. Опьянены ложью, опьянены пропагандой, разными манипуляциями. Как это происходит? У нас недавно была проповедь «Грех пропаганды», и там это все можно также посмотреть. Мы об этом подробно говорили. И вот смотрите, мы переходим теперь к пятому стиху, где вот как раз и возникает само название. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». И в пятом стихе мы видим ее имя, да? Пятый признак. Имя ее Вавилон. Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, книгу «Бытие», мы видим, что там показано, что имя Вавилон очень близко по звучанию с еврейским глаголом «смешивать». Билбел, Вавилон, очень близкое звучание еврейского глагола «смешивать» и Вавилон. И мы знаем, что, об этом говорит книга «Бытие», что в Вавилоне произошло смешение языков. Но само вот название Вавилон восходит к аккадскому варианту имени этого города. В древности этот город называли Баб-Илим, Вавилон, Баб-Илим, что означает «врата Бога», «врата Бога». То есть это был не просто большой город, а это был очень большой, это был на самом деле политический, это был религиозный, экономический центр древнего мира. Это был в то время один из крупнейших городов. Вообще считается, что Вавилон – это первый мегаполис в истории человечества, в истории человеческой цивилизации. Но помимо этого у него было еще некое духовное значение. Не случайно здесь говорится не просто о Вавилоне, да? И не просто о вавилонской женщине. Здесь говорится о ком? Блудница вавилонская. Я хочу вам прочитать отрывок из истории Геродота, а Геродота называют отцом истории. И вот что Геродот, древний историк, историк древнего мира, пишет про Вавилон. Послушайте. Самый же позорный обычай у вавилонян вот такой. Каждая вавилонянка однажды в жизни должна садиться в святилище Афродиты и отдаваться за деньги чужестранцу. В священном участке Афродиты сидит множество женщин с повязками из веревочных жгутов на голове. В них были повязки, на этих повязках были имена. Не случайно мы там читаем, что у нее имена есть. И вот каждая вавилонка садилась в святилище. В священном участке Афродиты сидит множество женщин с повязками из веревочных жгутов на голове. Одни из них приходят, другие уходят. Прямые проходы разделяют по всем направлениям толпу ожидающих женщин. По этим проходам ходят чужеземцы и выбирают себе женщин. Сидящая здесь женщина не может возвратиться домой, пока какой-нибудь чужестранец не бросит ей в подол деньги и не соединится с ней за пределами священного участка. Бросив женщине деньги, он должен только сказать, призываю тебя на служение богине Мелитте. Мелитой же ассирийцы называли Афродиту. Ну, это вот название Мелита, Афродита, но там в Вавилоне это называлось, у них Иштар, или в Библии Астарта. Астарта это называется. Все одни и те же, одна и та же богиня, разные имена Афродита, Иштар, Астарта, Мелита. Плата может быть сколь угодно малой. Отказываться брать деньги женщине не дозволено, так как деньги эти священные. Девушка должна идти без отказа за первым человеком, кто бросит ей деньги. После стоития, исполнив священный долг богине, она уходит домой, и затем уже ни за какие деньги не овладеешь ею вторично. Красавицы и статные девушки скоро уходят домой, а безобразным приходится долго ждать, пока они смогут выполнять обычай. То есть, смотрите, Геродот описывает, что все женщины Вавилона должны были раз в жизни поучаствовать в так называемой священной проституции. Для них это было, ну, священно почему? Ну, потому что это же плодородие, это урожай, и как бы вот это как бы благословение на всю твою женскую судьбу. Не только на твою женскую судьбу, но и на судьбу твоей семьи. И поэтому женщины собирались в храме этой богини любви, Иштар, Афродиты, Астарты, и должны были там ждать. Любой человек мог прийти, и здесь смысл было не в том, сколько заплатят, а в самом принципе. Он должен был заплатить, и кто бы он ни был, любая девушка, и богатая, и знатная, и бедная, должны были идти с ним и поучаствовать в этом священной проституции, так называемой. После этого, написано уже ни за какие деньги, она бы не согласилась на второй раз. Вот что поразило древнего историка в Вавилоне. Я думаю, понятно теперь, почему блудница именно вавилонская. Вавилон именно славился своими блудными традициями, блудными обычаями. И мы понимаем, что все начинается с мелочи. Когда даешь дьяволу мизинец, он там потом всю руку у тебя заберет. Естественно, постепенно вот этот ужасный обычай привел к распространению в Вавилонию уже регулярной проституции и безобразиям, и всевозможным оргиям. И вот другой историк, римский историк, Квинт Курци Руф, в своей знаменитой истории Александра Великого, истории Александра Македонского, вот описывает следующую картину вавилонян. Послушайте, уже спустя время нельзя себе представить ничего более распутного, чем этот народ. А я вам хочу сказать, что римский историк навидался распутства немало к своей жизни в том же самом Риме. Но даже его удивила ситуация в Вавилоне. Нельзя себе представить ничего более распутного, чем этот народ. Не может быть большей утонченности в искусстве утех и сладострастия. Отцы и матери мирились с тем, что их дочери за деньги продавали гостям свои ласки. Мужья спокойно относились к проституированию своих жен. Вавилоняне были погружены в пьянство и во все бесчинства, связанные с этим. Женщины на пирах снимали свои верхние одежды, потом остальное платье, одно за другим, мало-помалу обнажали свое тело и, наконец, оставались совершенно нагими. И так распущенно вели себя не публичные женщины, а самые знатные дамы и их дочери. То есть, видите, постепенно это распутство из какого-то разового ритуала наполнило все общество так, что даже в древнем мире дивились разврату, который царил в Вавилоне не только среди так называемых женщин с низкой социальной ответственностью, но среди... Курц и Юруф пишут, что даже среди знатных горожанок, которым как бы не было нужды продавать себя за деньги, они не нуждались. Не только сами участвовали, и дочери участвовали. Это охватывало и семьи. Я думаю, понятно, почему, когда иудеи оказались в Вавилонском пленении, этот город их поразил. Он поразил их своим, конечно же, могуществом, своим величием, разнообразием культур, ну и, естественно, своей распущенностью. И поэтому мы в Ветхом Завете читаем, что всегда Иерусалим противостоит Вавилону, и Вавилон – это как бы некий символ уже в Ветхом Завете, символ богатства, размаха и одновременно греха, распущенности, блудодеяния. Во всем он как бы и был неким символом. К первому веку, когда уже был Христос, умер и распят, когда была первая церковь, и когда писалась книга Откровения, от Вавилона уже остались руины. Вавилона, этого великого города, не существовало. То есть, Иоанн здесь показывает некий духовный образ. Это некий духовный Вавилон. духовный блудодействующий город, духовный блудодействующее собрание людей. Как же так получилось? Как же вот этот возникает, вот этот духовный блудный Вавилон, как возникает? И опять пророки нам показывают, как же это возникает. Я просто вам покажу парочку примеров из Ветхого Завета, как возникает Вавилон. Смотрите, пророк Исаия, первая глава, первый стих. Введение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме. Идет речь о Иерусалиме. Идет речь об Иудее, о Божьем народе. И вот здесь в 21 стихе Исаия говорит, как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудие, правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорье, вино твое испорчено водою, князья твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гонятся за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. И мы видим картина большого отступничества Божьего народа. Народ отступает от истины, и там, где справедливость, там беззаконие, там, где должен быть закон, там воры и законопреступники, там мзда, то есть коррупция, незащищенные, это сироты, вдовы, так и остаются незащищенными, никто о них не заботится, то есть мы видим упадок, нарушение закона, воровство, коррупция, убийство, да? И Исаия это отступление народа Божьего называет блудодеяниями, как сделалось блудницею. То есть отпавший Иерусалим назван блудницею. Блуд это незаконный союз. Вместо того, чтобы быть соединенным с правдой и верно служить правде, стали служить лжи. Чтобы служить любви и помогать нуждающимся, стали служить корысти, коррупцией, пренебрегать нуждающимися людьми. Все это названо блудом. И мы понимаем, здесь идет речь о духовном блуде. И у другого пророка Иезекииля, тоже смотрите, в его 16 главе, книга Иезекииля, 16 глава, тоже покажу вам первый стих. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его». А вот сегодняшние бы христиане сказали, Иезекииль, не касайся политики, это что это тут, не про мерзость, а давай про милость Бог Господа нам, расскажи тут, про милость тут. А что ты там рассказываешь, не про то? Про то, что надо, про то и рассказывай. Смотрите, сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзость его. Опять речь о каком городе? О Иерусалиме. 15 стих. «Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему». Как это похоже на картину, которую Геродот описывал, да? Про Вавилон. «Любому мимоходящему, без разбора. «И взяла из одеж твоих и сделала себе разноцветные высоты». Высоты. «И блудодействовала на них». Я про высоты чуть-чуть позже расскажу. «Как никогда не случится и не будет. и взяла нарядные твои вещи из моего золота и моего серебра, который я дал тебе». Напоминает одежду вавилонской блуднице. Помните, там одежда красивая, золото и драгоценные металлы, богато она выглядела. Вот видите, взяла нарядные вещи из моего золота, из моего серебра, которые я дал тебе и сделала себе мужские изображения. Блуда действовала с ними. «И взяла узорчатые платья твои и одела их ими и оставила перед ними елей мой и фемиам мой и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку и елей и мед, которыми я питал тебя. Ты поставила перед ними в приятное благовоние». «И это было, говорит Господь Бог, и взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне и приносила в жертву на снигение им». Языческие жертвоприношения детей, молоху. «Мало ли тебе было блуда действовать, но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь и при всех твоих мерзостях и благодеяниях твоих ты не вспоминала о днях юности твоей, когда ты была нога и не покрыта и брошена в крови твоей на попрание. И после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, говорит Господь Бог, ты построила себе блудилище и наделала себе возвышение на всякой площади, при наличии всякой дороги устроила себе возвышение, при начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Видите, мы видим, что вот эта картина отступившего народа Божьего, который превратился в блудницу, в блудницу, которая отступает от правды, отступает от истины, погрязла в разврате, детей, сыновей, приносит в жертвы, проводит их через огонь. Ужасающая картина, ужасающая картина. И поэтому мы можем сделать вывод, что Вилонская блудница, это те, кто не сохранили, не сохранили истину, не сохранили правду. Те, которые вначале служили правде, вначале служили Божьему закону, но в конце концов закончили беззаконием и ревностно начали служить лжи, ревностно начали служить разврату. Вместо того, чтобы пропустить единство единого Бога, Господа, низвели ценность Божью до золота, до серебра, до этих идолов серебряных, низвели до каких-то вещей, до материального, то есть погрязла в материальном, погрязла в разврате, погрязла во всевозможных беззакониях отступивший народ Божий. Жена в Ветхом Завете жена Бога показана, что Божий народ это как его супруга, жена, и вот эта словно жена, она стала изменять Богу, с этим миром блудить, забыла Творца, забыла правду, забыла свет, забыла любовь, забыла чистоту и пошла во всевозможные грехи, во всевозможные мерзости. Вот вам картина Вавилона, да, мы говорили, пятый признак это имя Вавилон, Вавилон, и все это не просто как грех, а все это как бы связано, я говорил, Вавилон, аккадское имя, врата Бога. Это не просто политика, это не просто богатая экономика, здесь еще духовные вещи, но мы понимаем, это не духовные вещи из Царства Света, это духовные вещи из тьмы приходят. И если мы с вами сейчас вернемся опять в 17 главу книги Откровения, давайте продолжим читать, что же, какие же еще признаки Вавилонской блудницы, да, и вот мы прочитали пять первых стихов, шестой стих 17 главы книги Откровения. Я видел, что жена была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и в виде ее дивился удивлением великим. Мне нравится, там в современном переводе написано, что она упивалась кровью и Иоанн говорит то, что это меня привело в изумление, то есть настолько она сладострастно наслаждалась кровью, что это привело в изумление. То есть смотрите, с одной стороны мы читаем она опаивала народы, опаивала своими мерзостями народы, с другой стороны она сама упивалась. Чем упивалась? Кровью, кровью святых, то есть чистых людей, непорочных людей. Мы, конечно, понимаем, что не бывает абсолютно безгрешных людей, святой, да, освящается еще. Здесь имеется в виду людей, которые хотят идти путем правды, хотят жить в истине. И вот их кровью, их кровь для нее, как вода. И не просто вот она кого-то убивала, здесь мы видим она, это очень важный момент, послушайте, она наслаждалась этим. мы читаем не только в этом месте, в других, она с каким-то сладострастием наслаждается вот этими убийствами, убийствами. Это страшная вещь. Удовольствие, наслаждение, которые переживают из-за того, что кто-то мучается, кому-то плохо, кто-то убит. От этого получается наслаждение. То знаете, вот как будто есть в нашей греховной плоти какие-то вот глубинные страшные полосты, которые появились из-за грехопадения. Эта блудница как будто она вот изнутри достает самое вот это мерзкое, что мы должны умерщвлять духовной жизнью, духом умерщвлять эти дела плотплотские. А она как будто наоборот стремится это развивать, что люди не просто делают мерзости, не просто делают даже без всякой выгоды для себя, а еще и наслаждаются этими мерзостями. Кайфуют от этой грязи, от этого всего. Это все равно, что как бывает, даже в детях бывает видно, там схватят кошку и начинают издеваться, что-то привяжут к хвосту спускают в мусоропровод. Думаешь, ну, зачем тебе это? Тебе же от этого не лучше. А вот живое существо мучается и им хорошо. Вот это, поймите, это страшные вещи, которые находятся у нас. И если Бог нас призывает через духовную жизнь побеждать это, то тьма наоборот, она словно достает это, с наслаждением достает, гордится этим и приумножает это. Когда начинает там в школе травить какого-нибудь ребенка в классе, думаешь, почему, ему же плохо, как будто полностью отсутствует эмпатия. Вот знаете, вот духовная жизнь, как я говорил, она расширяет сердце, и в твоем сердце ты уже любишь ближнего, как самого себя, а потом ты любишь еще больше людей, любишь свою церковь, любишь свой народ, вот сердце расширяется, тут же наоборот, только интересует мне, вот то, что меня касается, а у другого, да просто это потеха, если ему плохо, потеха, это потеха, знаете, как вот, помню, в школе говорили, вот нарисуешь линию, да, как не прикасаясь к ней, сделать ее короче, а нужно рядом нарисовать более длинную линию, да, так вот, есть такое, когда люди, вот, они наслаждаются, когда кому-то плохо, так вот, вроде бы, и я не меняюсь, как-то кажусь себе выше, как-то кажусь себе лучше, как-то кажусь себе круче, и начинается вот это издевательство, издевательство, и потом это приумножается, все это больше, больше и больше, больше и больше, то есть видим блудница, связанная вот с этими мучениями, культом убийства, культом смерти, культом издевательства, культом насилия, культом страдания, упивается кровью, упоение кровью, не просто убить, а изощренно убить, чтобы помучился, чтобы поорал, а мы посмотрим и будем кушать еще при этом. Как убивали первых христиан. Первых христиан. Их же не просто там уводили, отрубали головы в Римской империи. Их выводили в амфитеатры, в Колизеи выводили. Перед всеми людьми. То есть они делали из мучений людей потеху и набивалось полно людей там и смотрели, как отцы с матерями, с детишками маленькими находились там на аренах и запускали диких животных. Львов запускали. И они на глазах разрывали. И там люди бегали, дети бегали. Это разрывалось. Вы представьте себе. Это реальность. Это история. Это история. Это происходило. Это происходило. Что должно быть такое? Ты смотришь на мучения людей, кушаешь попкорн, и тебе весело. Вавилон. Опойность Вавилона. Насколько должно быть затуманено сознание. Насколько должно быть извращено сознание. А это, знаете, наступает незаметно. Когда вот как человек пьет, да? Человек пьет, ну, сначала чуть-чуть повеселей, потом еще повеселей, а потом уже не помнит, что было. Утром расскажут. Точно так же и происходит с этой вавилонской блудницей. Она так влияет на людей, что незаметно приходит помутнение рассудка. Люди, они искренне начинают наслаждаться безумными вещами. Если бы ему в трезвом состоянии покажи, что он тут творил, да ему бы стыдно было, но пьяный, он ничего не помнит, он ничего не понимает. Он опоен. Вот что такое вавилонская блудница. Опоена всеми этими мерзостями, всевозможными беззакониями. Не случайно, конечно же, и да, в то время в Римской империи дух вавилонской блудницы, конечно, проявлялся через это вот наслаждение, через убийство, убийство святых, убийство первых христиан, конечно же, это проявлялось. И, безусловно, безусловно, драгоценное, когда мы говорим о Вавилоне, мы всегда помним Вавилонскую башню, да? И вообще по истории, если мы читаем в древней Месопотамии, строили башни определенные, высокие башни, которые несли духовное значение, башни, храмы. И их называли зикуратами. Зикурат, такая башня, храм. На вершине этой башни, она была такая ступенчатая, там совершались разные религиозные обряды, религиозные обряды. Не случайно Библия говорит в Ветхом Завете о высотах языческих, где проводились жертвоприношения, совершались и разные языческие ритуалы там также проходили на высотах. Так вот, в Вавилоне это было там, где мало гор, там делали эти ступенчатые башни, и в этих башнях устраивали разные религиозные обряды, и самый высокий зикурат находился как раз в Вавилоне. Это все не случайно, не случайно именно в Вавилоне решили строить Вавилонскую башню в свое время. Самый высокий зикурат был в Вавилоне. Этот зикурат назывался Этеменанки, Этеменанки, что означает дом, где сходится небо и земля. И вот я вам покажу, можно вот Этеменанки, вот так примерно выглядела ступенчатая, он был 91 метр по высоте, и было семь ярусов. Опять, интересно, число семь. Очень часто мы видим в книге Откровения, число семь. И на вершине последнего яруса находился храм. Храм главного бога Мордука. Муж Иштар Мордук. Была такая золотая статуя Мордука, наверху золотая статуя Мордука, находилась на вершине. Ее там часто воровать пытались, потому что если верить нашему отцу истории Геродоту, то эта статуя Мордук в Вавилоне весила 23,5 тонны. Это было чистое золото. И вот, можно еще раз показать схему Зикурата? На вершине был храм, и опять-таки, Вавилон был бы не Вавилоном, если бы свои служения так или иначе не были связаны с блудодеянием. И вот наверху имелось маленькое помещение Зикурата, где был только стол и кровать. И здесь находилась жрица, которая находилась там все время постоянно, и она как бы круглый год ждала появления Мордука, который мог, как они верили, в любой момент этот Зикурат навестить. Но интересно, что по историческим сведениям на Новый год жрица уходила, и она уступала место другой женщине, так называемая Божья невеста, которую назначал прорицатель. Она должна была быть либо из царского дома, либо из высшего общества. Все это было окутано большой тайной. И вот в Новый год туда поднимался сам царь и соединялся, совокуплялся вот с этой царской невестой. Причем многие вавилонские цари, опять-таки по хроникам, они хотели, чтобы на место вот этой Божьей невесты, царской невесты на Новый год была кто-то из их дочерей. То есть там процветал инцест, это Вавилон, всевозможный разврат, всевозможное беззаконие, всевозможное беззаконие. И драгоценное, вы знаете, вот эти вот беззакония, вот этот разврат. Я, когда смотрел на эти зекураты, на эти схемы, конечно же, вспоминается многое, вспоминаются и египетские пирамиды. Некоторые египетские пирамиды, они тоже были такими похожими, ступенчатыми. Но почему-то мне невольно пришло на память рисунок, как должен был выглядеть дворец советов. Вы знаете, что при Сталине собирались построить в Москве самое высокое здание. Вот оно нарисовано. Дворец советов. Этот дворец советов удивительным образом напоминает именно вот по своей конструкции напоминает зекурат. И наверху должна была находиться, поскольку это уже было при Сталине, все это планировалось. Этот проект, слава Богу, так и не был осуществлен, хотя успели уже подготовить площадку. Этот дворец советов должен был быть построен прямо на месте храма Христа Спасителя. Поэтому не случайно в начале 30-х годов храм Христа Спасителя разрушили. Именно для этого. Его же разрушили не чтобы там бассейн сделать. Это уже потом, когда не получилось, сделали бассейн Москва. А так там должен был быть вот этот дворец советов, где должны были проходить массовые, большие вот такие мероприятия, а венчать его должно было сверху большая стометровая статуя, стометровая статуя Ленина. Вот такой был проект у них. И интересно, что это не получилось, но тем не менее, вот если мы посмотрим с вами не на дворец советов, а на мавзолей, да, точно так же, заметьте, строительство Зиккурата. Конечно, маленький масштаб, и Ленин находится не наверху в виде стометровой статуи, а в реальном размере внутри, внутри находится. Но вот, вы знаете, вот для нас с вами, для россиян, для тех людей, которые в этой стране родились и выросли, ну для нас это естественно, ну да, у нас в нашей столице, на главной нашей площади находится Зиккурат, мавзолей, в котором уже почти сто лет лежит тело одного из вождей революции. Для нас это, ну, естественно. Если вот сейчас, вот вы попробуйте абстрагироваться, как это выглядит. У нас уже почти сто лет в центре страны, в центре нашей столицы находится незахороненное тело, к которому приходят. Помещено в интересном строении наподобие древнего Зиккурата. Не знаю, как сейчас туда ходят, смотрят, но раньше ходили, да, были очереди, можно было посмотреть. Я один раз был, посмотрел, ушел. Сто лет прошло, а мало того, а там еще за стеной похоронены другие тоже, ну, в центре, прямо мини- вип-кладбище у нас в центре. Я знаю, что мы к этому привыкли. Скажешь, Виктор, не касайся святого, не надо политики. драгоценный, вы подумайте об этом, подумайте. Ведь сегодня вскрылись многие документы, указывающие на злодеяния. Эти документы, подписанные тем же Лениным, я уж про Сталина не говорю, который пролил море крови. Люди, которые прославились как убийцы, которые убивали собственный народ, гназили в гулагах, сколько священников было уничтожено, сколько верующих пострадало. Уже страны, которую они созидали, нету, нету Советского Союза, а зекурат стоит и тело лежит. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте молиться о пробуждении! Аллилуйя! Вы понимаете, это не просто культ смерти, это какое-то наслаждение культом смерти. Это возвеличивание, какое-то. Это ужас. Ведь Библия говорит, что стратегия дьявола понятна. Дьявол в Евангелии Теанна назван отцом лжи. Правда же? Отец лжи. И пришел он для чего? Украсть, убить и погубить. Времена меняются. Поколения приходят, поколения уходят. А стратегия дьявола, она точно такая же. Опьянить людей, чтобы для нас ненормальное стало нормальным, чтобы мы тьму принимали за свет, а свет принимали за тьму. И вот этот эффект лягушки постепенно, постепенно, да? Не сразу же там влили в него, а постепенно. И он так пьянеет, 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 и уже перестает понимать что-то. и уже перестает различать все эти вещи. Перестает различать. Вот как действует вино лжи. Вот как оно действует. Ложь приходит. Через ложь приходят следующие вещи. Украсть. Беззаконие. Он вор. Он хочет обобрать тебя до нитки. Даже если дьявол что-то пытается тебе дать, он заберет во много раз больше. У знаменитого в Фаусте написано, попробуешь с ним пойти на сделку, кажется выгодно, потом сто раз пожалеешь, потому что он возьмет рубль, даст тебе рубль, заберет сто рублей. Ужасно. Он крадет, потом убивает и пагуба приходит. Вот она страшная картина, то, что дьявол делает, то, что делает сатана. И мы видим воплощение, наслаждение, культ смерти, убийства, кровь, вот это все. Это блудница вавилонская. Сделать развлечение. Я скажу честно, вот это странное в нас есть чувство. Тяга, например, к фильмам ужасов, когда кровь льется. А сейчас при современных технологиях вот посмотреть там натурально, чтобы сражения, чтобы головы слетали, чтобы там кишки вываливались. Смотрят. то есть, понимаете, дух вавилона, он снова пробуждает в нас самое страшное, самое греховное, самое темное, самое агрессивное, самое безумное. Люди творят, не понимая ничего, как пьяные, как сумасшедшие, как эти скандинавские воины, которые там объедались непонятно чем, и сумасшедшими бегали, всем головы срубали. Вот что делает дух вавилона, самое гадкое, самое ужасное, самое ужасное, когда насилие становится просто наслаждением, не просто нормой, а наслаждением становится не просто убивать, а перед этим как-нибудь насиловать, да в извращенной форме, да еще на телефон снять. То есть люди даже этого не стыдятся, издеваются. Поэтому мы видим в человечестве каких только ужасных форм казни не придумывали, чтобы с наслаждением, чтобы скальп снять или кастрировать перед этим, чтобы помучался, чтобы плохо было, потому что вавилонская блудница, она словно питается страданиями, она питается болью, питается этим, и она требует больше и больше и больше. Люди, одержимые ей, словно наслаждаются, наслаждаются, упиваются этой кровью. и не случайно, не случайно эта вавилонская блудница настолько мерзка, настолько противна, что даже вот эти десять рогов, десять царей, которые соединились вместе с антихристом, не могли ее долго терпеть. Даже беззаконники не могли ее долго терпеть. Смотрите, Откровение, 17 глава, 16 стих. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его. Даже десять этих рогов антихриста, десять этих царей беззаконных, даже они, представьте себе, люди не самого высокого морального уровня, возненавидят ее, и разорят, убьют, потому что Бог положил им на сердце исполнить это, и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божьи. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Видите, над земными царями. И неслучайно, когда мы читаем и тринадцатую главу, и, конечно, эту восемнадцатую главу, мы видим здесь не просто смерть, а какой-то культ смерти, не просто убийство, а какое-то наслаждение убийства, когда, знаете, вот все чистое, все святое, все красивое надо сломать, надо разорвать, надо в грязь топтать, потому что тьма ненавидит красоту, тьма ненавидит чистоту, надо надругаться, надо изнасиловать, тьма ненавидит это, вот эта тьма греховная ненавидит. Есть один стих в тринадцатой главе, который я в прошлый раз, когда мы говорили про антихриста, пропустил, а сейчас я хочу к нему вернуться, потому что здесь очень важная вещь написана. Вот если мы откроем тринадцатую главу Откровения, девятый стих, здесь вот смотрите слова, «Кто имеет ухо, да слышит, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом, здесь терпение и вера святых». помните, когда Иисус говорил о последних временах, Он говорил, что так будет много беззаконий, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы знаете, какие бы мы высокие моральные планки, какие бы мы святые вещи не держали в своей душе, но невольно наше окружение, оно влияет на нас, как говорится, с волками жить поволчевый, или говоря словами Павла, худые сообщества развращают добрые нравы. И когда люди окажутся, когда божьи люди, божьи святые люди окажутся в те времена, когда вот это будет царствовать блудница, кем бы она ни была, непонятно, Лондон там, Нью-Йорк, Москва, не имеет значения, это будет объединение каких-то народов, Рим может, не имеет значения, придет время, мы увидим это, увидим это. Здесь дело в другом, для чего это написано? Когда это все будет происходить, так легко будет уподобиться вот дикому волчьему миру вокруг, и поэтому и говорится здесь, имеющий ухо дослышит людям Божьим важно не уподобиться этому. Думаешь, ну вот столько крови вокруг, ну что, это нормально, нет, не нормально, столько грязи, столько греха, это нормально, нет, не нормально. И поэтому говорится, что всегда будет искушение верующим поступать так же. Вот они так, и мы так, но к нам так, и мы так. И мы видим в истории церкви, сколько вещей, когда церковь вела себя реально, как некое зло, когда мы читаем и крестовые походы. О, за Христа, хорошая цель, а что за Христа? Убивать пошли за Христа. Вот это да. Чистота веры, о, хорошее дело, чистота веры, а что вы будете делать? А будем ведьмы сжигать, инквизиции у нас, и ретюков еще сожгем. Думаешь, подождите, это хорошо чистота, это хорошо за Христа, вы же уподобляетесь теме, вы же уподобляетесь теме. Поэтому Бог, он как бы предупреждает свой народ. Бог говорит своему народу, и он говорит, послушайте, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. То есть, эти люди, они пожнут свое. Они пожнут свое. Это библейский принцип. Нам надо хранить себя, чтобы не уподобиться этому пьянству. Они черные маги, а мы белые маги. Они убивают во имя греха, мы убиваем во имя Царства Божьего. Мы должны быть другими людьми. Мы новое творение во Христе Иисусе. И сражаясь с тьмой, у меня как-то даже проповедь целой была, важно не уподобиться тьме. Как в знаменитом фильме Марка Захарова «Убить дракона». Помните? Когда рыцарь, убивший дракона, легко сам превращался в дракона. Вроде бы победил тьму, а в себе не разглядел. В себе проиграл. Поэтому мы читаем с вами 18 глава. Переходим Откровение к 18 главе. И вот я хочу еще несколько стихов прочитать про вавилонскую блудницу. 18 глава со 2 стиха. И вот появляется ангел. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал! Пал, Вавилон, великая блудница, сделавшаяся жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистоты и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Видите, к чему привело это, да? Вот показано, что это будет, это блудница будет, жилище бесов. То есть там будет не просто какие-то, знаете, там, они неправильно думают, это демонические мысли. Люди просто безумны, охмурены, опьянены. Их сознание искажено. Они будут убивать праведных людей, даже не понимая, что творят. Они будут делать мерзости, даже не сознавая, что совершают. Насилие с издевательством, с наслаждением. То, что сегодня мы видим, происходит в разных странах, в разных народах. Перед приходом Христа будет апогеей этой тьмы, апогеей этого безумия. Третий стих. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Видите, тут и политика, тут и экономика. Все тут. И услышал я иной голос неба говорящий, выйди от нее народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Вот этот призыв к народу Божьему, для чего он так это все описывает? Для того, чтобы нам показать какой-то литературный фильм ужасов. Что вот мы читаем, и как бы фильм ужасов только того времени, когда еще не было кинематографа. Нет. Бог это показал Иоанну как некое предостережение. Он показал для того, чтобы народ Божий, когда будет видеть, что это происходит, ничего не имел общего с этим. Выйди от нее. Выйди. Не прикасайся. Выйди. Порой люди, верующие, так забавно думают, какая-то церковь им не нравится. Они говорят, ой, это, наверное, церковь блудница, я должен выйти из этой неправильной церкви и пойти в церковь правильную. Вот они так вот часто думают. Или вот эта конфессия неправильная, что-то там они неправильно учат, а вот это правильная, значит, та блудница. Тут дело не о конфессиях. Вообще здесь дело не о том, что мы должны с одной территории на другую ехать или с одной церкви в другую перейти. Нет. Это касается не внешнего, это касается внутреннего. Это духовная блудница, которая будет душами, да, которая будет изнутри людей поднимать все самое гадкое, все самое мерзкое, что Библия призывает побеждать. Так она будет, наоборот, это возгревать, опьянять этим, делать людей сумасшедшими, безумными во зле, безумными в грехе, безумными в разврате, безумными в убийствах, безумными в насилии. Это будет овладевать в том числе и верующими, в том числе и избранными Божьими. То есть даже те, кто называет себя христианами, будут участвовать в убийствах святых людей. Даже называющие себя христианами, будут участвовать во всех самых мерзостях. Поэтому Бог и говорит народу Божьему, когда ты видишь эти вещи, знай, что это происходит. На короткое время, слава Богу, что она короткая. Слава Богу, что даже эти цари не смогут этого выдержать долго, этой плутницы вавилонской. Но какое-то время будет ужасно. Ужасно. И нужно отделить себя от этого, выйти. От этого вавилонского мировоззрения, от этого вавилонского мышления, от этих вавилонских ценностей. Потому что в нас иной дух, у нас высокий дух. Не дай себя обмануть, не дай себя обпоить, не дай себя провести. Потому что после обмана будет кража, будет убийство и пагуба. Это план дьявола. И в самом конце я хочу открыть первое послание Петра, пятую главу. Здесь есть один загадочный стих, о котором много спорят. Первая Петра, пятая глава. В самом конце, тринадцатый стих. Приветствует вас избранная подобно вам церковь вавилоне и Марк, сын мой. И вот долгое время богословы мучаются. Потому что когда Петр это писал, Павелона не было. Павелон был в руинах. Какая церковь вавилоне? Что это такое? О чем он имеет в виду? Многие толкователи сходятся в том, что, наверное, он, может быть, под Вавилоном подразумевал Рим, потому что там тоже было много культур, много народов. Положение города в то время было подобно Вавилону в свое время. Но здесь даже не это важно. Важно в том, что, как, знаете, как вот мы говорили про Антихриста, знаменитые слова из послания Иоанна, что, да, Антихрист придет, и уже есть немало Антихристов в мире. То есть будет когда-то вот этот главный Антихрист, но дух Антихриста, который проявляется, он существует. Точно так же про блудницу. Вот этот дух этой блудницы. Так, когда-то это придет, наступит это ужасающее время. Дух этой блудницы может проявляться в разные времена, в разных эпохах, не в таких масштабах, может быть, не в таком размере, но тем не менее мы должны понимать, что мы живем сегодня на земле, так или иначе, связанной с грехом, связанной с беззаконием. Вот почему Писание постоянно нас побуждает бодрствовать, особенно в те дни, в которые мы с вами живем, когда ложь так безумна, когда беззаконие наполняет атмосферу. Так важно хранить себя, так важно выйти из этого вавилонского мировоззрения, вавилонских ценностях, вавилонского болудодеяния, вавилонского умопомрачения, не дать себя опаивать этими манипуляциями, всевозможными пропагандами, ложью, не давать себя хранить себя в чистоте, читать Священное Писание, пребывать в Слове Божьем, пребывать в молитве, пребывать в трезвости и пребывать в здравости, как сказано, в этом терпение и вера святых. Терпение и вера. Святых. Давайте закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за Твою милость и за Твою любовь. Я благодарю Тебя, Господь, за Твою величайшую благодать. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже, за что Слово Твое живо и действенно. Я молю, Бог, чтобы люди не просто меня слышали, я молю, мой Бог, чтобы люди Тебя слышали, чтобы когда читали, Боже, Твою святую книгу, они могли слышать Твой голос, Господь. Касайся, касайся их, касайся, Боже, не просто через меня, как через Твоего пастора, через Твоего слугу, Господь, но лично в сердце даруй подтверждение людям, Господь, коснись. В это времена мы как никогда нуждаемся в Твоем руководстве, мы как никогда нуждаемся в Твоем водительстве, мы так никогда нуждаемся, Господь, в свете правды, в свете истины, Господь. Мы как никогда нуждаемся в Твоей отрезвляющей благодати, мы призваны трезвиться, чтобы не быть опьяненными этими духовными блудодеяниями, не быть опьяненными этими мерзостями. Мы призваны, Господь, трезвиться и бодрствовать, искать царство Твоего и правды Твоей, Господь. Мы знаем, мой Бог, как бы ни было трудно, как бы ни было тяжело, но все находится под Твоим контролем, все находится под Твоим, под Твоей волей. И когда нужно будет, ты обратишь по воле своей сердца даже беззаконных правителей против этой вавилонской блудницы. Ты делаешь все, Боже, как Ты хочешь. Даже когда мы не понимаем, почему это происходит, для чего это происходит, мы все равно доверяем Тебе терпение и вера святых. Мы уповаем на Тебя, мы полагаемся на Тебя, мы доверяем Тебе, Господь, и мы будем следовать за Тобою, Господь, даже когда невыгодно, даже когда опасно, даже когда непопулярно, даже когда весь мир восстанет, но наши сердца в плену у Божьего Царства, у невода Божьего Царства. Мы граждане Царства Света, они дети тьмы, мы слуги Твои, Господь, мы Твои дети. Помоги нам, Боже. И мы знаем, Господь, Ты никогда не допускаешь испытания сверхсил. Даже когда нам кажется, что невозможно перенести, Ты никогда не допускаешь сверхсил. Ты даешь утешение, даешь исцеление и помогаешь. Я могу, мой Бог, помоги. Помоги, мой Бог, кто отчаялся, помоги, кто запутался, помоги, Господь, тем, кто теряет ориентиры, коснись, пускай отрезвление придет, пускай благодать придет, радость придет. Мы можем радоваться всегда, во всякое время, радоваться, во всякое время наслаждаться Тобой, во всякое время пребывать в Тебе, а Ты пребываешь в нас. Слава Тебе, честь и хвала во веки веков. и каждый верующий доскажет Аминь. Давайте встанем сейчас. слава Господу. И драгоценное, давайте возьмем за руку нашего ближнего. У нас сейчас наконец-то сняли все ограничения, можно быть без маски. Ну, конечно, кто идет до конца, будьте в маске, не сдавайтесь. Но пожилым людям тоже, может быть, кто опасается, я советую. Но слава Богу, мы можем сейчас быть без маски, можем браться за руки. Всемогущий Господь, мы молимся, благослови нас, благослови всю церковь. Я молю, чтобы церковь была столпом и утверждением истины, столпом и утверждением правды, Господь. Благослови, 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 мой Бог, чтобы, Боже, мы стояли друг за друга, чтобы наша любовь распространялась не только на нас, но на наших ближних, чтобы мы любили ближнего, как самого себя. Боже, чтобы наше сердце было большим, чтобы, Боже, умножающиеся беззакония не охладели любовь в нас, чтобы мы не остыли, не превратились в теплых христиан, Господь, чтобы мы горели для Тебя, горели для Твоего Царства, горели в любви к Богу и к ближним, Господь. И мы знаем, что Ты, наш Господь Иисус, прошел через все, через все ужасы, через боль, страдания. И Ты исполнил волю Божью. Ты исполнил волю Отца Небесного. И точно так же, Господь, мы пройдем надлежащее нам поприще через все трудности, через все преграды, потому что мы взираем на Тебя, начальника и совершителя веры. мы уповаем на Тебя, наш великий, всемогущий Господь. Слава Тебе, честь, хвала. Слава Тебе, честь, хвала. Великий Господь, святой праведный Бог. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Благослови, Господь. Я молю, чтобы мы хранили свои сердца и были живыми, были неравнодушными к нуждам ближнего. Заботились, Господь. Не радовались не правде, а сорадовались истине. Не вкушали ложь, а наслаждались правдой. Не служили смерти, а служили жизни и жизни вечной. Ибо Ты, наш Господь Иисус, путь, истина и жизнь. Наполни нас этой жизнью. Наполни наши души. Наполни наши сердца. Чтобы мы во время всеобщего обмана и лжи оставались трезвыми и бодрствовали. Имея уши, мы слышали. Имея глаза, мы видели. Имея сердца, мы чувствовали. Имея такого великого Бога, мы взирали на Тебя, служили Тебе и следовали за Тобой, куда бы Ты нас не повел. Слава Тебе, Отец и Сын и Святой Дух. Дорогие друзья, большое спасибо за то, что смотрите наши передачи. Я очень надеюсь, что эта проповедь вас коснулась. Если эта проповедь вас действительно коснулась, и вы желаете, чтобы она более широко распространилась и коснулась других сердец, то, пожалуйста, поддержите нас. Подпишите на наш христианский канал, поставьте лайк этому видео и напишите комментарии. Причем в комментарии вы можете писать не только ваши отзывы, но также ваши пожелания или ваши вопросы. Все мы это используем для дальнейшего служения. Также вы можете поддержать нас финансово. Поскольку сейчас русский сегмент Ютуба не поддерживается монетизацией, то по ссылке ниже вы можете выйти на сайт, где поддержать наше служение, служение нашей Церкви. Все это будет способствовать распространению Слова Божьего. Вместе мы сможем проповедовать Евангелие намного эффективнее. Бог да благословит вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова